За круглым столом в Самарском доме журналистов собрались представители гуманитарных и технических вузов Самары. Ученые рассуждали о том, не надуман ли конфликт между физиками и лириками. Как мне кажется, вот это проникновение, вот этот вот союз физиков и лириков, он очень важен. И он очень важен как для культуры, так и для науки. Как мне кажется, одно без другого не может в этом мире существовать. Конфликта никакого не вижу. Это такая лирическая история, как бы это так парадоксально не казалось. Всегда было так, что одни помогали другим, и одни без других совершенно не могут обходиться. Но лирика, она очень часто рождалась как раз в ценах технических университетов, откуда, например, родился наш ГМК-62, откуда пошел наш Грушевский фестиваль, или многие другие знаковые федеральные события. Специалист по теории информации Герман Дьяконов считает, что физика и лирика – это как футбол и волейбол. Друг на друга они не влияют, но обществу нужно и то, и другое. Вражды между ними нет. Вот если задаться вопросом, а зачем естественным наукам вторгаться в гуманитарные и наоборот, вот здесь вот возникает вопрос. Дело в том, что естественные науки по самому предмету и объекту исследований имеют дело с простыми вещами. А любая, даже самая, что ни на есть гуманитарная наука, хотя бы то же самое литературоведение. Это безгранично сложная вещь. Участники круглого стола обсудили вопрос, не пришло ли время нового взаимопроникновения эстетической и технической мысли, как это было во времена Леонардо да Винчи. Сейчас такое взаимопроникновение, оно обязательно есть. Почему? Потому что многие специалисты именно технического профиля, они создают и разрабатывают именно для лириков, да, свои программы обеспечения, какие-то программы и так далее. Ну а лирики, в свою очередь, конечно, они радуют и создают то, что нужно физикам для того, чтобы было хорошо, комфортно. В результате дискуссии ученые пришли к единому мнению. Сегодня, как никогда, необходим синтез гуманитарных и технических подходов. Это не только обеспечит движение вперед научной мысли, но и безопасность общества в целом. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.